Бросила принимать, и при этом ничего не изменилось. То есть мне хуже от этого не стало, то есть отмены какой-то нет. Это процесс, опять же, поломки гена. И, скорее всего, он не был заложен изначально в природе человека этого. Антибиотик у него из организма выведется, тогда даём капсулу. То есть параллельно с антибиотиками одновременно давать нельзя. Можно ли пить синтезит при низком тромбоците? Он таким образом предотвратил дальнейшее углубление процессов отторжения чужеродной ткани. Вот так. В красном костном мозге. То есть они будут развиваться уже по той линии, они будут идти по своей заданной природой нормальной линии. Благодаря инновационному элементу, вот этому железу. С вашего позволения я задам вам пару вопросов, которые нам писали наши зрители. Присылают пациенты. Да, наши зрители или пациенты, которые хотят принимать синтезит, по какому-то, значит, по такому случаю мы, соответственно, вам этот вопрос создаём. Смотрите. Ну, также вот про детей спрашивают. Я понимаю, что с детьми вообще надо быть очень осторожными с синтезитом. То есть тем более маленькими детьми. Он пишет, маленький сын переболел, решил давать ему пол капсулы синтезита в день. У меня вопрос, можно их давать с антибиотиками? Он уже решил давать. Диагноз острые инфекции верхних дыхательных путей, острый ринофарингит. Сказали, не вирусное, а бактериальное. Простыми словами, были сопли, не прошли, спустились вниз, температуры нет. А с бактерией были. Да, что делать? Так, значит, в этом случае ребёнку нужно дать антибиотик, зная, что, допустим, ребёнок, допустим, 8 лет. Я даже не знаю его возраста и массы ребёнка, не знаю. Но примерно вот такого ребёнка период полувыведения антибиотика будет 6 часов. 4,5 года пишет. 4,5 года, но меньше, тогда часа 4. Антибиотик у него из организма выведется, тогда даём капсулу. То есть параллельно с антибиотиками одновременно давать нельзя. То есть зная, что период полувыведения основного препарата такой-то, а синтезит тогда нужно давать на чистый организм. То есть не зашоренный какими-либо другими химическими веществами. Потому что антибиотики тоже соли, и у него химическая формула может взаимодействовать с ним. Поэтому если он начал давать ребёнку как общеукрепляющий элемент железа, пусть попробует дней 10 подавать, но не больше. То есть моё мнение такое. И то надо смотреть анализы, смотреть за тем, как ребёнок спит, и, скажем так, дальше 7 часов вечера не давать. Если антибиотик, допустим, он пьёт азитромицин, к примеру, тот же самый препарат, к примеру, даём, значит, он просто выводит его, в суспензию он выпил антибиотика, 4 часа прошло, и он выпил синтезит. Но это, допустим, до обеда. После обеда его пить синтезит нельзя, потому что уже не раз было сказано в ваших видеоотзывах, что дети пили и лезли на стенку, играли. То есть им надо было везде нос свой совали. Хотя при этом, может быть, учиться он стал лучше, но спать он стал меньше. И для ребёнка всё-таки важно, чтобы у него был 8-часовой сон, чтобы у него были перепады вот этой вот, скажем так, гиперактивности. Гипер-гиперактивность для него ни к чему. Поэтому только до обеда. Хорошо, спасибо большое. Ещё один вопрос. Можно ли принимать синтезит при миололикозе, возраст 86 лет? Есть ли различные методы, которые пациент уже претерпел при именно вот этом хроническом уже онкологическом заболевании? И они не дают каких-либо стабильных результатов и пациенту не лучше, то я думаю, что как препарат антиоксидант и в больших дозах, то есть насколько можно это в больших дозах, допустим, 4 капсулы в сутки можно. Но в любом случае проконсультироваться со своим лечащим врачом? Наблюдать, наблюдаться с онкологом. Если какие-то уже пойдут сдвиги в анализах, не в лучшую сторону, допустим, головокружение, какие-то угрозы, допустим, нарушения кровообращения мозга, потому что у этого 86-летнего человека может быть букет заболеваний, понятно, что надо его мониторить. При низком тромбоците. Можно ли пить синтезит при низком тромбоците? Когда идёт кровоточивость, наверное, риск кровоточивости. Но здесь я считаю, что нужно сначала сделать протромбиновое время, посмотреть на фоне приёма синтезита. У меня тоже были исследования, то есть протромбиновое время не изменилось. И у тех, у кого была лейкопения, у тех, у кого была тромбоцитопения, то есть недостаточность тромбоцитов, и у тех, у кого, наоборот, была очень повышенная свертывность крови, которые пили варфрин, то есть пациенты после операции на сердце, те же самые. То есть здесь я поняла, что он не влияет в худшую сторону на свертывность, он её стабилизирует. Он стимулирует низкие тромбоциты, он же что делает? Он также идёт в стволовую клетку, и тромбоцитарный росток растёт до нормы. Опять же, если мы считаем, что это какой-то элемент, который двигает материально-энергетические процессы в организме, то, соответственно, он сделает всё, что заложено было природой, и до нормы это всё доведёт. То есть, возможно, низкий тромбоцит станет высоким тромбоцитом, так сказать, как выражается. Да, возможно. Хорошо. Ещё один вопрос, последний, по-моему. Вот ещё есть вопрос, знаете, какой? При исчезновении в некоторых местах меланина, белые пятна. Можно пить синтезию? Витилиго. Не повлияет, потому что генетически витилиго уже заложено, вот такая вот красивая манекенщица, вот ходит она такая чёрненькая, и плюс у неё так симметрично, вот эти белые пятна, вот, невритянка. Вот, в принципе, оно так и останется, я думаю. Я думаю, но, в принципе, может быть, после чего, скажем, ну, надо смотреть, мониторить. Но я знаю, что то, что генетически заложено, синтезит будет вытаскивать. То есть, ну, хорошо ли это или плохо, это мы увидим уже в процессе конкретного случая, уже конкретного человека, субъекта. А как бы объективно, вот то, что заложено генетически, потому что он стимулирует стволовую клетку, стимулирует её раскрытие, её информации, информационного раскрытия, оно может быть разным. Ну вот, смотрите, синдром Жильбера, да, это же генетическое заболевание, когда повышены белирубины. У нас есть покупатель, который, ну, белирубин понизил, да, то есть, ну... Значит, он до нормы нет. Синдром Жильбера – это процесс, опять же, поломки гена, и, скорее всего, он не был заложен изначально в природе человека этого. Хорошо, и последний вопрос. Бабушка, 80 лет, стенты на клапанах сердца, последние два года назад ставили, лет 4 примерно назад. А, лет 4 примерно назад, когда ставили ещё первые стенты, у неё начался зуд кожи, без высыпаний или болячек. Это не связано. До сих пор продолжается. Всех кожных врачей уже обошла, лежала в больнице и дома принимала по назначению лечение. Короче, чего только не делала. Это, я думаю, интоксикация лекарственная, плюс из-за питания. А при чём здесь стент? Стент-то, знаете, что... Вот, видимо, общая информация. Зуд никак не уходит, как подкожный, высыпаний нету, просто расчёс и оставляют болячки. Вот так, вот написали мне вопрос. Все в куче, свалил, свалил мальчик там, все в куче. Нет, это хорошо, что он заботится о своей бабушке. Значит, я вот вспомнила фильм про металл с памятью, вот есть такой сериал, называется он «Индус», он играет Марат Башаров, ну и ряд там таких других, но потом можно посмотреть его, в интернете он есть, но наш русский сериал. Вот, там, где в кость вживляли титановые элементы, и, значит, тем самым сохранялся он память той самой кости, и как бы он может, сам металл, который вживляется, он может давать аллергии, может, но это должен быть некачественный металл, и поэтому путём испытаний никогда металл, который вживляется в организм, не дают плют, который может быть аллергичным. Сыпь и другие проявления у бабушки есть, скорее всего, нарушение кишечника, желудочно-кишечном тракте, ей надо провериться на паразиты этой бабушки. Вот что вот я сейчас вот по даже таким поверхностным моментам вижу. Вот, а то, что у неё стоит стенд, это вот металл с памятью, который устанавливается в сосуд, сеточка такая, вот он расплавился, он ей даёт не прилипать тромбоцитом к этой сеточке, и плюс ещё он стоит. То есть здесь надо осмотреть, делать такой анализ, и есть также на иммунную овидность, то есть жадность, когда вот у неё, допустим, есть антитела к этому металлу, то есть взять образец этого металла, который в стенте стоит, сделать иммуноферментный анализ и посмотреть в реакции бласт-трансформации, скажем так, такой лабораторной реакции, образование антител, китроантител, количественный, качественный, и тогда понять, а, так всё-таки у неё на металл аллергии, значит, стенд некачественный. То есть таким образом доказать методом обследования тогда. Но аллергия – это гиперчувствительность немедленного типа, и она бы у неё возникла бы сразу. Со временем это не аллергия, скорее всего, причина у неё другая, потому что я так поняла, что во временном континууме, когда стала вот чесаться, после сразу установки стента? Последние два года назад ставили. То есть два года назад ей ставили? Это уже ещё ей ставили, а лет четыре примерно назад, когда ставили первые стенты, у неё начался зуд кожи без высыпаний или болячек. То есть четыре года назад ставили первый раз, и начался зуд кожи без высыпаний или болячек. Потом рестантирование было, еще раз подставили. И два года назад опять ставили его из того же самого металла. И до сих пор продолжается, не пишется, какого металла. Здесь надо пойти, вот этот институт, где это все ей делали, провести с ее кровью реакцию на этот металл, и все. Но в принципе можно попить препарат инновационный, который ослабит, потому что аллергическая реакция вообще бывает и на свои клетки, на родные, и есть, допустим, аутоиммунный тиреоид, такое состояние. Та же самая болезнь из Жильбера, она подразумевает себе тоже такие реакции, нарушение метаболизма в клетках печени, связанные тоже по типу аллергических. Поэтому здесь надо дать клетке кислород, нормализовать ее обмен веществ, ее мембрано-стабилизирующую функцию, которую я тоже уже ранее упоминала. И здесь уже тогда мы увидим другой эффект, уйдет симптом. Я думаю, что можно попробовать ей в возрастной дозировке, допустим, одна капсула два раза в день, потому что все-таки молодой может там по одной капсуле пить, а уже человек пожилой от двух капсул, исходя из массы, исходя из демеджа, то есть из повреждения. Такая дозировка должна быть не менее двух капсул, ей в сутки его попить и отмониторить, посмотреть, как у нее там ушла эта сыпь и так далее. Хорошо. А вот вы несколько раз уже упоминали мембрано-протективное действие, да? Да. Мембрано-стабилизирующее действие. Да. Что это судит препарату в будущем, в принципе? Какие возможности применения, возможно, будут использованы, учитывая мембрано-стабилизирующие… Невосприимчивость к инфекциям, это раз. Второе, скажем так, невосприимчивость к каким-либо химическим воздействиям на химическом производстве, к примеру. То есть человек вдыхает, а легкое стоит, то есть снаряд и броня. То есть снаряд – это повреждающий фактор, да, а броня – это мембрана. Вот, ну также что еще? Сохранность клеток, нестарение клеток. То есть вот это вот три основных. Ну хорошо, хорошо. Есть ли откаты после применения препарата? Есть бильярдный эффект, я сейчас расскажу про него. То есть я, скажем так, препарат бросила принимать, и при этом ничего не изменилось. То есть мне хуже от этого не стало, то есть отмены какой-то нету. То есть как шарик катился, он так и катился по своей… Ну сколько он может катиться, я не знаю, я тоже, наверное, дней 25 в синтезе не пью. Ну в принципе состояние не изменилось никак ничем. Ну да, это многие замечают. Причем чем более здоровый образ жизни человек ведет, тем дольше это состояние держится. Обычно хватает одной банки месяца на два, вот так вот. Ну сейчас я хочу взять три баночки, и вот как мой товарищ ГАИшник, так же начать эти три баночки пить. По каким критериям вы решаете, что этому человеку стоит попить синтезит? Ну первое, человек стремится какие-то витамины пить, то есть ему чего-то, организму чего-то не хватает. Ну как вот кошка, которая ищет травку свою, грубо говоря, вот в природе, она чего-то нюхает, нюхает, ищет, ищет. Вот, то есть опять же человеку, который находится в поиске, вот человек, занимающийся ЗОЖ, идет в поиске. Пожалуйста, может. Значит, второе, по каким критериям? Когда уже нечего больше предложить, да, то есть когда уже ее декомпенсация каких-либо процессов, то есть тоже рекомендую. Да, рекомендую, потому что, в принципе, и когда я вижу, что этот препарат имеет функцию потенцирования каких-либо иммуномодулирующих, вот я у себя также в ролике на канале выложила по сочетанию его с АСД-2, антисепикстимулятор дорогого, препарат ветеринарный, но некоторые люди его употребляют, вот, иммуномодулирующие свойства иных препаратов, такие как изопринозин, я про него тоже говорила, про изопринозин. Вот здесь, как бы, я тоже рекомендую, то есть как синергист, вот. И как препарат, допустим, который усиливает какие-то спортивные, спортивная медициня, опять же. Я занималась одно время лыжниками, то есть у меня было так, что педиатрические дети вот ко мне приходили, они как раз были все, вся группа была, проходила, значит, занятия, тренировалась именно по беговым лыжам. Вот, и здесь я тоже видела этих детей, какие у них были нарушения опорно-двигательного аппарата, боли в суставах и так далее. Вот у них я синтезит не применяла, но, скорее всего, мне надо с Дегтярском проконтактировать, это у нас город в Средневосковой области, вот, на этой вот лыжной базе. Вот, и предложить им подобный, подобный тоже, скажем так, опыт провести, вот, насколько они будут готовы именно по результатам. Там у меня есть знакомые тренеры, которые вполне будут результатом заинтересованы. Вот, пока что вот я спортивной медицины сказала, то есть просто ЗОЖ и терапия. То есть я услышал тот случай, что когда уже ничего не помогает, тоже, да? Ну, не всегда оно может помочь. Ну, понятно, да. На всяком этапе надо только именно врезаться в тот этап, где ты еще можешь восстановить декомпенсированные процессы. Есть такая черта, за которую ты уже не можешь шагнуть, это природа. Как природа повелевает, так оно и может произойти. Как вы считаете, при высоком гемоглобине или ферритине синтезит безопасно принимать? Значит так, ферритин не бывает высокий, его ровно столько-столько есть. Просто если есть повышенная железосвязывающая способность организма, это говорит о том, что железа не хватает. Если она повышается, ОЖСС растет у людей с анемией. То есть надо эту закономерность понять. У меня есть также лекция по анемиям, также можно посмотреть ее на канале. Но при высоком гемоглобине он не повлияет на количество гемоглобина в организме. Он не будет накапливаться в форме сидорина, потому что это не то железо, которое у нас откладывается в клетках. Это не то железо, которое поглощает макрофаг. Гемокрофаг не все поглотит. Единственное, что только стволовая клетка будет как макрофаг, как фагоцитозом оно будет поглощать, но оно поглощает ферритин, железокомплекс. А у ферритина он как катамаран, у него два места. То есть получается один атом железа, другой атом железа связывается. И вот этот белок подходит, и его тогда уже вместе с ферритином поглощают. Синтезит там в том виде, в котором он поступает в организм, его уже в организме нет, он уже переработан. И здесь дозировка, микродозировка, он просто является, ну как сказать, как домкратом, как пусковым каким-то механизмом, но ни в коем случае он не является действующим веществом. Там микродозы. Поэтому мы не можем говорить о каком-то дэмэдж-факторе, о передозировке, скажем так, вот именно входящего вещества, которое зашло у нас в организм в форме капсулы. Не можем. В Италии, если в препарате содержится до 50 мг действующего вещества, он даже биологической добавкой не считается. А у нас получается меньше, чем 50 мг на одну банку. То есть по итальянским законам это даже не считается биологически активной добавкой. По европейским. У них там европейские стандарты, clinical manufacturing medicine. То есть у них там есть соответствующие стандарты фармацевтические. Ну, в принципе, есть ВОЗ, стандарты фармацевтические. То есть здесь, пожалуйста, можно, как бы не только критерий, что это препарат или пищевая добавка. Да, маленькая доза это критерий. Это один из критериев. Но также есть и, скажем так, активность. То есть если он напрямую является каким-то заместительным веществом, то, допустим, заместительной терапии своего в организме нет. Мало, допустим, фенобарбитал. Судороги у человека идут, ему фенобарбитал колят. И у него судороги гасятся, потому что у него происходит выпуск тех же самых нейромедиаторов, которые поглощают судорожную готовность. И здесь получается, что здесь нет заместительной терапии. Мы ее не замечаем. Мы стимулируем то, что у человека есть. Наш принцип вот здесь, именно в синтезите. И не биологическая активная ловка, и все-таки она работает. Итальянцы голову чешут. Как? А русский левша, он просто блоху подковал, и, грубо говоря, как бы мы сказали, модифицировал изотоп, то есть выражаясь языком химиков, и больше ничего мы не сделали. То есть все остальное запускает организм, все остальные процессы. Ну ладно, да здравствует Россия, с наступающим Новым годом. Всего хорошего. Подписывайтесь на наш канал, переходите на канал Натальи Владимировны. Всех целуем и обожаем. И поздравляем с Новым годом. Желаем исполнения всех ваших мечт и желаний. И быть здоровыми. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok